Я всегда удивлялся системе старения президентов. Посмотрите на того же Барака Обаму, как он вступал в свою должность и каким он сейчас выглядит. Это совершенно разные вещи. За семь лет, ну и восьмой год ему еще предстоит, то есть человек посидел, постарел. Я бы никому не желал, так честно говоря, все хотят, вот буду я начальником, вот буду я там, хотел бы я стать президентом, не надо, не надо становиться президентом. А Клинтон, ну то же самое. То же самое, да, абсолютно. То есть люди на этих местах стареют моментально. Я немножко поработал в номенклатуре, я знаю, потому что на самом деле там можно посидеть за один момент. В некоторых точках, в которых от тебя требуется, ну может немножко мы отвлечься от темы, но тем не менее поступить со своей совестью, сделать так, как надо, а не так, как ты думаешь. И вот этот выбор, когда перед тобой стоит постоянно, это ужасная ситуация. Да, но если заканчивать с аналогией госпиталя в Джановгад в Бразилии, то изменить свой образ жизни, это понятно, это лежит на поверхности, это надо, причем и это немногие могут сделать. Но это еще тоже не самое главное, как выясняется. Если брать, скажем, такую непонятную субстанцию для многих, как душа, поэтому госпиталь называется, кстати, духовный, и там никого как бы не режут. Но тем не менее, значит, вот если все-таки взять... Вы это слово, Михаил, немножко от санскрита произносите, душа, да? Не-не-не, я как раз просто делю на слога. Нет, как раз санскрит тут не имеет значения, санскрит тут другое, это атма на санскрите. Атма, да. Да, это атма. Но тут вот в чем дело, значит, есть очень и очень... Я просто извиняюсь, прошу ударение на первый слог, как бы, и сразу ассоциация с санскритом. Да, ну, атма, душа, атман, ну и так далее. Сейчас не будем уходить в эту тему, это длинная тема. Так, если мы все-таки говорим о, скажем так, о душе, это есть прямая рекомендация. Вы, друзья, дорогие, которые приехали к нам в госпиталь, вы должны не только изменить свой образ жизни, вы должны простить всех своих обидчиков. А вы должны не только простить всех своих обидчиков. Так об этом Христос говорил, да, в конце концов. Правильно, так это же истина, это же... На этом основана вся христианская религия. Правильно, и не только вы должны простить своих обидчиков. Самое странное сейчас будет впереди, вы должны их полюбить. И вот пишет один, что? Простить? Полюбить? Да я его! Этого, ну, идет крепкое обращение, да я же его своими и так далее. Да, я прошу прощения, видимо, на горные проповеди никто не читал, да? Ну, дело в том... Там все это уложено буквально в десяти пунктах, настолько четко и конкретно, да, что если это принимать за истину или не принимать за истину, есть только один выбор, да или нет. Так вот, представьте себе, когда человеку с ним все в порядке, вот, допустим, опять же, возвращаясь к моему отцу, ну, у него как бы не болит сейчас, да, ему все хорошо, я звоню, ну, как дела? Ну, мама мне говорит, ну, папа, все нормально, ходит. Я говорю, так, может, приедем к этому корейцу-то? Она говорит, ну, зачем, у нее все нормально? Ну, я говорю, человеку 85 лет, 86, что значит все нормально? Ну, сейчас ему все нормально, но лучше-то не будет. Ну, мы должны смотреть в лицо, это же человек уже старый человек, будем так говорить, и лучше не будет. Ну, так возьми и займись то, что называется, скажем, превентив, профилактикой. Ну, надо что, подождать, когда будет совсем плохо, и тогда уже бежать? Я уже терпеть не могу, значит, давайте попробуем его. Опять же, это как пилюлька получается. Поэтому взять это то, знаете, вот когда надо не только простить, а еще полюбить своего обидчика. Вот это то, что называется карма. А вот это вот совсем непонятная вещь, какая карма, вообще это непонятное слово, к тому же еще и санскритское, и тут еще и кришнаиды, наверное, участвуют, и тут еще индусы участвуют. Это кошмар какой-то, мы в это не верим, не будем с этим иметь никакого дела. Поэтому, ну, вот есть и причина, почему, в общем-то, выздоравливают не все. Ну, это дело уже наше, как мы к этому относимся. Вот, так что, вот такая штука. Ну, сейчас я буквально еще 30 секунд времени, у нас время до эфира еще немножечко есть, но я хочу сказать для тех, кто нас слушает о том, что буквально через 15 минут у нас в эфире появится человек, который не понаслышке все это знает. У нас появится экстрасенс, участник битвы экстрасенсов, которая идет на ТНТ в России, Тодор Тодоров, болгарский ясновидящий, который был даже переводчиком у самой Ванги, и с ней общался очень и очень много. Ну, а сегодня он востребован, к нему приходят люди на консультацию, и он им помогает, он им приносит, дает какие-то там, не просто там, скажем, вот у тебя там в судьбе и так далее. Нет, это все ерунда. Это все на поверхности, это все какая-то такая, значит, шоу. Нет, он действительно настоящий человек, и он действительно помогает. Каким образом? Он делает совершенно невероятные какие-то там приспособления. Вот он в прошлой передаче показывал, и она у нас есть. Эта передача выложена в Ютьюбе и на Сангейтс Радио, на Фейсбуке. Можно ее посмотреть. Он показывал эти приспособления, какие-то ритуальные ножи, а сегодня он говорит будет о тех минералов, тех камнях, из которых все это дело сделано. Вот я даже имею одну, сегодня, кстати, не взял. Это грандиозная тема, я с вами остаюсь по этому поводу, потому что о камнях с удовольствием поговорю, потому что, как считается в классическом буддизме, камень – это и есть основа духа, это и есть основа души. То есть, в принципе, камень – это как бы самое первое впечатление от того, где может храниться некое духовное начало. Оно начинается от камня, потом оно переходит еще куда-то, еще куда-то, и в результате достигает человека, и что Будда как бы определил, что человек должен снова превращаться, ну, не то чтобы в камень, но тем не менее уходить вот от этого состояния прострации, в котором может находиться камень. Вот такой вот классический замкнутый цикл, насколько я понимаю. Ну, вы знаете, на самом деле так оно и есть, есть эволюция. И камень – это тоже живое, как бы живая субстанция. И мы тоже когда-то в свое время были камнями. Тот-тот, я перебью на секунду. То есть камень, в принципе, изначальная материальная субстанция. Да. И когда… и есть такая притча, где два стража. Их интересно… опять же, когда-то они совершили грех, и их Всевышний обратил в камень. И вот эти… то есть они когда-то охраняли вход, врата, в какую-то очень, ну, как бы, можно сказать, секретную или какой-то такой мир, очень такой духовный мир, будем так говорить. И они нарушили там обед какой-то определенный, и их обратили в камни, и они служили колоннами. То есть вот эти два стража, которые стояли… Вот они стали потом колоннами. Потом срок этого прошел, и они стали опять людьми. Так что… Работа такая называется. Да. Поэтому, видите, как из камня можно превратиться в человек. Да, да, да. А ты будешь колонной. Нет, на самом деле… Бабабам. Бабабам. Пока помрешься, как у Высоцкого. Все правильно. Но я просто о чем хочу сказать, что, на самом деле, идея каменных изваяний… Да, идея каменных изваяний людей, она ведь, на самом деле, не абстрактна, по большому счету. Мы говорим об атландах, мы говорим о кариатидах, которые поддерживали языческие храмы. Ну, как мы их называем языческими, сейчас они называются античными, но не в этом дело. Но, тем не менее, идея людей, каменных людей, поддерживающих небо, это довольно, ну, я скажу, не идеальная идея, но, тем не менее, это идея, которая, в принципе, символизирует то, что может поддержать человек, ну, не скажу, чтобы из военной, из камня, но, тем не менее, ассоциирующий камень с человеком. То есть, вот это вот есть некое среднее пространство. Кстати, обращу ваше внимание, что к этому Европа пришла, ну, буквально в век уже рафаэлитов, скажем так. То есть, где-то с 1400-х годов, с конца 1400-х и начиная уже эпоху Возрождения. Вот только тогда они поняли, что все-таки человека можно извоять в камни. Церковь это запрещала до сего момента, до того момента, точнее. Это было запрещено, это было неправильно. Сегодняшняя религия, скажем так, сегодняшний ислам до сих пор запрещает изображать людей, изображать зверей, изображать все, что угодно, даже в живописном варианте, даже в форме старой русской иконы. Это нельзя сегодня, до сих пор нельзя, если вы там в классическом исламе находитесь. Но, тем не менее, возвращение к каменному извоянию, к скульптуре, зайдите в любую католическую церковь, там всегда будет скульптура Богородицы, так по большому счету, если говорить. И это скульптурное изображение, то есть ассоциация камня и вечности, ассоциация первого духовного и последнего духовного, то есть исход духа и то, к чему ты придешь. Вот, наверное, в этом есть какая-то сущность, она труднопонимаема, но, тем не менее, это вопрос верю-не верю, да? Ну, верю-не верю, да, можно верить, можно не верить, это наше право, только если мы не верим, мы можем очень многое потерять на самом деле. Основываться на том, что мы тут все шарлатаны и так далее, то это было бы неразумно, будем так говорить. Ну, нет, конечно, мы все шарлатаны, только человечество по этому принципу живет уже всю свою жизнь, да, а так нет, ничего, да. Все остальные шарлатаны, да. Все остальные шарлатаны, да. Ну, я хочу сказать так, как-то я проводил какую-то программу, и нам приезжала, значит, одна женщина и делала какие-то свои диагностики врач. И вот мне позвонил один человек и говорит, ну, откуда я знаю, что она не шарлатанка? Я говорю, ну, конечно, вы не знаете, я знаю, что нет, но вы же мне не... Мы, собственно говоря, и с вами-то не знакомы. Я меньше на секунду перебью. А если вы знаете, то зачем вы к ней пришли? Да. Ну, он еще не пришел. Он мне позвонил узнать, есть ли кто она такая, есть ли смысл приходить. Но он начал с того, что все шарлатаны. Ну, и, короче говоря, я у него спрашиваю. Ну, все правильно, я согласен, да. Все действительно как-то, все, может быть, и шарлатаны. Он говорит, а как я знаю? Я говорю, ну, это вам остается или поверить, или не поверить. Проверьте, если вы хотите. Но если вы все-таки захотите проверить, то вы подумайте так. Ну, вот у вас был плохой опыт общения с шарлатанами, как вы их называете. А вдруг это нет? И вот вы, базируясь на вашем прошлом опыте общения с шарлатанами, сегодня можете пропустить как раз настоящего человека. Ну, что вы хотите? Значит, я лично предпочитаю обманываться. Но я не хочу пропускать тот вариант, где я действительно могу что-то узнать и что-то получить. К сожалению, да, это правда. Во многом это правда. Сегодня мир живет не по законам справедливости, чести, позитивных вещей, а живет по другим законам. Ну, будем говорить так. Те, кто с нами, то те с нами. Те, кто не с нами, они не против нас. Они все равно с нами. А у вас есть, дорогие друзья, есть возможность буквально через побыть еще с нами в эфире несколько минут, потому что через каких-то там 5-7-8 минут будет программа с Тодоровым, ясновидящим, болгарским ясновидящим, нецелительным, кстати, и экстрасенсом из Москвы. И мы побеседуем, побеседуем. Ярослав остается с нами. Я остаюсь, да, конечно. Но мне остается только попрощаться временно, Ярослав, с вами. И мы вернемся втроем, будем вести программу и попробуем, попробуем поговорить. Кстати, я надеюсь, у меня есть один человек здесь в офисе случайный. Мы попробуем проверить Тодора. Вот мы его проверим сейчас в эфире. Бедный Тодор, да. Он этого не знает. На ясновидение, да. Я-то знаю этого человека. И это будет, скажем так, задание, как на битве экстрасенсов. А сейчас мы проверим его. Если он еще остался у меня в офисе. В живых, да. В живых, да. Так что все тогда, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу с Ярославом Беклемишевым на тему непонятного какого-то целительства. Спасибо, Михаил. Я просто хочу буквально одной фразой завершить как бы тему. По той простой причине, что мы сегодня не говорили о конкретных людях, о конкретных целителях, но мы говорили о принципах того, как это происходит. И, наверное, осознание принципа, вера в принцип, это самое главное для того, чтобы прийти потом к какому-то конкретному целителю и говорить с ним о том, что у тебя болит. Извините за практичность. Ну да. В последней срочке, да. Ну, хорошо, хорошо. Тогда на этом программа наша сегодня закончена. Это этот сегмент этой программы. И через пять минут мы будем опять в эфире. Всего доброго, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова